Аллахумма санли аля сейдина Мухаммадин, аля аля сейдина Мухаммадин. Преследование язычников. Разгромленные войска неверных рассеялись в трех направлениях. Часть из них отправилась в сторону Таифа, вторая часть поспешила в Нахль, а третья остановилась в долине Автаз. Мусульмане настигли последних в этой долине и после непродолжительного боя разгромили их. Конница Халида преследовала неверных до Нахля и разбила их там. В плен к мусульманам попали шесть тысяч человек. Войнам Аллаха досталось 24 тысячи верблюдов, более 40 тысяч овец и 4 тысячи уки серебра. Пророк, алейиссаляту ассалям, велел под охраной отправить трофеи в долину Джаран, которая находилась недалеко от Микки. Когда пророк, алейиссаляту ассалям, сидел в кругу сподвижников, пришла женщина с одеждой для него. Подойдя к пророку, алейиссаляту ассалям, сияющим от радости лицом, она сказала, «О посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, эту одежду я своими руками связала для тебя». Пророк, алейиссаляту ассалям, принял эту одежду и потом надел ее на себя. Он очень нуждался в этой одежде. Через некоторое время к ним подошел бедуин из соседнего племени. Увидев одежду на пророке, алейиссаляту ассалям, он попросил, «О посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, не подаришь ли ты мне ее?» Через некоторое время пророк, саллиллаху алейиссалям, снял с себя одежду и отдал просящему. После этого соплеменники стали упрекать бедуина. «Ты же знал, что посланник Аллаха, алейиссаляту ассалям, нуждался в этой одежде. Зачем ты ее попросил, зная, что он не откажет?» Устыдившись своего поступка, бедуин ответил, «Клянусь Аллахом, я попросил эту одежду только для того, чтобы она послужила мне саваном». Я надеялся получить благодать пророка, алейиссаляту ассалям, через одежду, которую он надевал. Согласно завещанию, которое оставил этот человек, его похоронили в этой одежде. Продолжение следует...